Доброго времени суток! Приветствую вас всех на своем канале. Вернемся немножко к событиям в Израиле и Палестине. Но я хочу посмотреть, отчасти посмотреть, на другом уровне, именно в отношении иудаизма, и христианства, и мусульманства. Это очень тонкий момент, поэтому я прошу не высказываться слишком агрессивно. Я за, как говорится, за мир во всем мире и за принятие всех религий, всех верований, если они не мешают друг другу или не навязываются даже в своем же обществе. Но, знаете, я о чем подумала? Каждый год в том районе, в определенном месте происходит схождение священного огня. Вы понимаете, о чем я говорю? Что это за место? А вот в нынешней обстановке это место вообще сохранится? Будет ли схождение? Я, честно говоря, когда задумывалась об этом, меня аж прямо, знаете, как вот об ухом поговорить, ба-бах, думаю, ну это же считается как символ ого чего, если он не сойдет в 24-м году. Итак, устоит это место, уцелеет. А еще не решили. Вот вы представляете, еще не решили. Там будут очень серьезные развиваться боевые действия, и я боюсь, что нет, не уцелеет. Будет ли схождение в 24-м году на Пасху священного огня? А вот это да. Самое интересное, что да. Если даже это место будет разрушено, то он просто сойдет в этом месте. То есть схождение огня все равно будет. А вот уцелеет ли это место, то это большой вопрос. Я не хочу, конечно, озвучивать это место. Оно очень священное. Оно может быть, к сожалению, разрушено. Но схождение огня все равно произойдет, да? А давайте попробуем посмотреть. Вот это, как она называется, кувуклия, правильно ли я произношу? Она уцелеет, оттуда же выносится священный огонь. То есть там-то это храм может быть и разрушен, а вот сама кувуклия это слеет. Да. Ну вот. Теперь понятно, почему все-таки огонь сойдет. Храм может быть разрушен. Вы же понимаете, что он находится в Иерусалиме. Но что там будет, я попробовала обратиться к Христу, к Иисусу. Хотя его иудеи не принимают. Они живут по своей торе. По своим правилам, по своей религии. Что должно произойти с Иерусалимом? События там будут очень быстро развиваться. Будет задействовано очень много ресурсов. И только благодаря высшим силам сам Иерусалим, как таковое место, может уцелеть. А что будет с Израилем и Палестиной? Потому что я достала карту, чтобы вам было понятно. Но потом я скажу, что какая информация пришла. Но, к сожалению, она подтверждается. В общем, он сказал, что сила и вера из этого места ушли. В частности, он. Хотя там как бы гроб Господень находится. А вот. Но сам Иисус оттуда ушел. И очень велика вероятность, если только не изменится течение событий, если люди не одумаются, потому что это по вине людей, из-за того, что они не могут договориться, то это место превратится в безжизненную пустыню. Иерусалим, ой, этот, Израиль и Палестина. Они все могут быть жестоко наказаны. Помните, как есть в Библии башня, которую строили все люди, да, чтобы добраться к Богу? И Бог разрушил эту башню, и поэтому у нас появилось много языков, чтобы люди друг друга особо не могли понять. А здесь из-за того, что люди друг друга не могут понять и договориться, могут быть разрушены полностью два государства. Так что будем надеяться и молиться, чтобы главы двух государств, ну, как-то договорились. Я знаю, что там в Газе Хамас, но все-таки, чтобы как-то вот повлияли на них, что ли, извне, чтобы вот это все прекратилось. Ну и будем молиться, чтобы высшие силы все-таки уразумили и правительство Израиля. Чтобы все-таки это, вот знаете, на этой границе, где вот сейчас стоят, да, уже много погибших и с одной и с другой стороны, и много жестокости с одной и с другой стороны, тут теперь уже все виноваты. А страдают мирные люди, которые, казалось бы, ни при чем. Так вот, нужно остановиться, дальше не идти, потому что дальше катастрофа ждет оба государства. Ну а нам всем желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких. Это очень важно, особенно по нынешним временам. Всех вас обнимаю и люблю. Иисус тоже говорит, несмотря на вашу веру, Он вас всех любит и принимает. До новых встреч!